А теперь о проектах благоустройства областной столицы. В Твери завершился творческий конкурс на разработку историко-архитектурных форм для оформления Аллеи Славы в микрорайоне Мамулина. В администрации Пролетарского района состоялось подведение итогов конкурса и награждение победителей. Об этом расскажет наш корреспондент. Свои проекты на конкурс представили студенты Тверского художественного колледжа имени Венецианова. Перед конкурсантами стояла задача создать на Аллее Славы мемориальную зону, посвященную великим российским полководцам и их победам, а также добавить просветительский контекст зоне для прогулок и отдыха, совместив историческую и досуговую составляющую. Тема популяризации наших исторических побед, исторических побед нашей Родины, она очень сегодня актуальна. И нам бы хотелось, чтобы чувство патриотизма среди молодежи развивалось, осознавалось, и это было близко каждому из молодежной среды. Студенты колледжа под руководством педагога Сергея Федорова подготовили эскизы проектов и на заседании рабочей группы обосновали концепцию и используемые материалы перед членами жюри. По результатам конкурса первое место было присуждено студентке третьего курса художественного колледжа имени Венецианова, который обучается по специальности дизайн среды, Маргарите Петровой. Концепция этого автора представляет собой мемориальное сооружение из металла, которое состоит из 10 модулей. Каждый модуль оснащен флагштоком, элементом с оружием и краткоисторической справкой. Обговорив с преподавателем, мы решили, что он наиболее подходящий для этой композиции, он наиболее крепкий, вандал устойчивый. Его можно покрасить, сделать какие-нибудь прорези. Второе место разделили студенты Венециановки Светлана Кузнецова и Александр Болотников. Как отметили члены жюри, представленные на конкурс работы, выполнены на высоком профессиональном уровне. К подготовке своих конкурсных работ студенты подошли ответственно и точно передали его основную идею, рассказал член конкурсной комиссии Алексей Жогулев. Работы, которые они представили, выполнены действительно на очень хорошем уровне. Некоторые члены жюри даже ошибочно приняли их за профессионалов, хотя они еще только учатся. И ребята, которые с душой подошли и к самой теме конкурса, и прочувствовали саму идеологию этого конкурса. По мнению Алексея Жогулева, поскольку работы выполнены хорошо и достаточно ровно по отношению друг к другу, возможно, что в дальнейшем при реализации проекта в состав композиции войдут идеи всех трех работ, принимавших участие в конкурсе. А все участники конкурса были награждены дипломами и подарками для творчества.